Всем огромный привет, девчонки! Я, как всегда, очень рада видеть вас на своем канале. И в сегодняшнем видео мне бы хотелось объявить конкурс и также сделать видео вопрос-ответ. Но здесь не будет какое-то большое количество вопросов. Отвечу на самые распространенные, потому что я вижу, девчонки все выставляют фотографии, чтобы вы написали туда свои вопросы, и потом они делают видео. Я такого еще не делала. Хотя думаю, что у некоторых есть кое-какие вопросы ко мне, поэтому с удовольствием потом тоже выставлю либо в инстаграм, либо вы можете мне здесь задавать какие-то вопросы. И также я решила совместить приятное с полезным. Я, в общем, решила еще устроить конкурс, в котором будет два победителя. Никогда, по-моему, у меня такого еще не было, чтобы было две победительницы. Но так как подарки очень классные, это две палетки. Первая палетка от Tarte Tartalet, и вторая палетка это от Too Faced Chocolate Bonbons. Обе они очень желанные, поэтому я решила, чтобы было два победителя. Подарки примерно равноценные, поэтому думаю, что никому не будет обидно. О правилах конкурса я, естественно, скажу потом в самом конце видео. И, конечно же, пожелаю от всей души всем удачи. Ну а сейчас мы разберем с вами несколько вопросов. Возможно, у нас родится какая-то беседа, и вы еще меня о чем-нибудь поспрашиваете. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Итак, вопрос, который чаще всего мне задают в комментариях, и сегодня мне тоже пришел такой вопрос под последним видео, это почему я не участвую в проектах с другими блогерами? Неужели мне не приходит приглашение, что у меня не так мало подписчиков? В общем, не поверю, написала мне моя зрительница. И я обещала, что сегодня я как раз буду снимать видео с конкурсом и отвечу на этот вопрос. И на самом деле мне уже задавали его как минимум, наверное, человек 20. И по возможности я, конечно, отвечаю прямо в комментариях, но не всегда у меня есть такая возможность. И во-вторых, точнее это было во-первых, и во-вторых, YouTube постоянно со своими нововведениями уже просто заколебал, потому что я не успеваю привыкнуть к одному, уже что-то другое, и мне просто в последнее время перестали приходить какие-либо оповещения о том, что меня кто-то комментирует. Я даже расстроилась, думаю, странно. Уже прошла неделя, а никто мне не пишет какие-то комментарии под последним или предпоследнее, это тогда видео было. А потом я захожу, да, смотрю, там столько у меня комментариев, и в общем я стала искать причину, и таки докопалась до истины, сейчас поставила галочку туда, где надо, и мне приходят комментарии, и я могу на них отвечать. Итак, что же касается вопроса, приглашают ли меня куда-нибудь, на самом деле меня приглашают везде, куда приглашают и других блогеров. Вопрос в том, что не всегда я могу поехать. Ну в общем, если меня не везде приглашают, то на 90% мероприятий так точно. Возможно, где-то нужно, чтобы у тебя было там 300-400 тысяч подписчиков, у меня почти там 156, но этого хватает для того, чтобы я ни в коем случае не была в чем-то ущемлена. То есть мне всегда приходят приглашения на все фестивали и на мероприятия, которые, например, проводила фирма NYX, когда они приглашали меня на открытие в Москве, они также меня приглашали и на Хэллоуин. Другой вопрос, что я просто не всегда могу поехать, точнее сказать, что я вообще никогда не ездила. Но сейчас я дала себе обещание, что если меня куда-то будут приглашать, я приложу все усилия, чтобы все-таки посетить мероприятие. Я, конечно, понимаю, что это очень хорошо для моего канала, что это своеобразный такой пиар своего канала, но изначально мой канал заводился для того, чтобы с вами общаться, обмениваться каким-то опытом, а уже, допустим, продукты на обзор, какая-то реклама, либо посещение каких-либо мероприятий, это уже просто очень приятный бонус. В принципе, для меня так и осталось, потому что, я думаю, что вы могли заметить, 4 года, что я веду канал, у меня очень мало обзоров, и я стараюсь не брать те продукты на обзор, которые встречаются уже у очень многих блогеров. То есть я всегда задаю вопрос у того, кто мне предлагает что-то на обзор, сколько блогеров будут в этом уже задействованы. И если мне говорят, что больше 5, я уже стараюсь отказаться, потому что я понимаю, что такая навязчивая и агрессивная пропаганда какого, ну, неважно, какого товара, даже если он суперхороший и на 100% качественный, но она несколько напрягает. Я ни в коем случае не осуждаю других блогеров, потому что это все безумно интересно, и, возможно, может, я неправильно поступаю, что я не беру какие-то товары, которые встречаются уже у многих блогеров. Может быть, кому-то было интересно бы услышать конкретно мое мнение, ну, в общем, так сложилось, что, в общем, у меня получается таким образом. И на самом деле в день приходит очень много предложений, их минимум каждый день от трех, а бывают такие дни перед праздниками, когда доходит аж до десяти, но я всегда выбираю какое-то одно либо два, и больше, чем в месяц-два обзора я никогда не выпускаю, просто чтобы зритель не напрягался, потому что я знаю, как ко всему этому относятся некоторые подписчики, и также мне просто самой иногда лень снимать то, что нужно, а не то, что я хочу. И на самом деле, действительно, может быть, я многое теряю, я даже не знаю, и есть вещи, которые мне действительно хочется попробовать, но когда я вижу, что они задействованы уже у многих блогеров, то я, к моему великому сожалению, вынуждена отказываться, чтобы просто никого не злить. На самом деле, не знаю, наверное, это все-таки больше плохо для моего канала, чем хорошо, но хорошо для меня как для человека, потому что я знаю, что у меня не будет никакого скандала в комментариях, который я очень не люблю, и, честно говоря, вот то, что я так веду канал, работает на благо именно для меня в том плане, что я никогда не видела, чтобы под моим видео разворачивались какие-нибудь нешуточные баталии, где все зрители из-за меня переругались, одни осуждая, другие защищая. То есть мне, в общем-то, все это нравится, и я, в принципе, планирую продолжать в том же духе. Поэтому, девчонки, если вдруг вы видите у меня какие-то обзоры, то вы ни в коем случае уж на меня не серчайте, потому что я стараюсь делать это довольно редко, но беру те продукты, которые действительно мне интересны. Я не знаю, напишите, что вы об этом думаете. И просто я вижу, как на самом деле зрители относятся к разного рода обзорам, начинают ругаться, кричать, что это реклама. На самом деле это не реклама, а именно обзор, потому что реклама, как правило, сопровождается денежным вознаграждением, но лично мне никто ни за что не платит, я показываю это на основе бартера. Конечно, у меня были какие-то видео и коммерческие предложения, на что я соглашалась, но за все время их у меня было всего лишь раз, два, три, четыре, наверное, вот за все четыре года. Потому что не все я готова сделать ради денег. То есть если товар действительно меня какой-то интересует, либо какая-то услуга, то да. Возможно, я рассмотрю это предложение, но в целом, наверное, с моей стороны бывает больше отказов, чем то, что я соглашаюсь. Поэтому я всегда шучу, даже когда пишу какие-то обзоры, там, допустим, на ту же палетку, которую я сама купила, что, допустим, ее некоторым блогерам разослали, а почему-то на меня внимания не обращают. Вот так у меня с маркой Urban Decay, которую мне практически все товары, которые у меня есть, я покупала сама. И что-то было вот в рамках какого-либо сотрудничества с какой-нибудь фирмой-посредником, где я могла что-то себе заказать. И вот я говорю, я сам бедный блогер, никто мне ничего не присылает, внимания на меня не обращает, хоть стой с транспарантом и кричи, что я здесь, пожалуйста, обратите на меня внимание, пришлите мне палеточку от Urban Decay. Конечно, мне всего этого хочется, но навязываться я не люблю, поэтому обойдусь пока так-нибудь своими силами. Но буду очень не против, если Urban Decay, именно который российский, предложит мне свое сотрудничество, я с удовольствием на него соглашусь. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за ваше беспокойство. На самом деле, я действительно ничем не обделена, ни в чем не нуждаюсь, и я довольна своим положением дел. Бывает так, что мне еще напишут, что вроде такой хороший канал, и так мало подписчиков. На самом деле, я уже много раз говорила, что я больше за качество, нежели чем за количество, и мне нужна адекватная аудитория, с которой я могу пообщаться, у которой я могу попросить какой-либо помощи, и те люди, с которыми я могу вести какой-то разумный диалог. Поэтому я не нуждаюсь в огромном количестве. Мне приятнее просто быть с людьми, которые со мной в большинстве своем на одной волне. Я считаю, что 156 тысяч подписчиков — это не так и мало, и у кого-то всегда будет больше, чем у меня, у кого-то, соответственно, меньше. Поэтому я всем очень довольна. Но тем не менее, я всегда приглашаю всех на свой канал. Я, конечно, не обязываю вас подписываться, но если вам будет вдруг интересно, то вы, конечно же, можете остаться. И я всегда вас приветствую и очень рада вашему присутствию. И в связи с этим я хочу разыграть две палетки, о которых я говорила. Вот они. Такие же есть и у меня. Я их безумно люблю. Особенно вот эту палетку, которая пахнет невероятно приятно шоколадом. Поэтому, если вдруг вы захотите принять участие в конкурсе, правила у меня, как всегда, очень простые. Пока я вас ничем не напрягаю, не прошу там слетать до луны обратно, что-нибудь мне оттуда привезти, либо сделать какой-нибудь сложный творческий конкурс. Но все-таки, если вы вдруг хотите получать какие-то задания в розыгрышах, а их у меня планируется очень много, потому что, ну, пускай я не смогу поблагодарить все 156 тысяч подписчиков, ну, хотя бы двоих, там троих из вас, я все-таки смогу отблагодарить за ваше внимание. Вот. И, значит, что касается правил, никаких правил. Не обязательно быть моим подписчиком. Это ваше личное дело. Что касается возраста, опять все время забываю, в общем, у вас должен быть паспорт, либо разрешение родителей, чтобы вы смогли получить посылку. И что касается моего вопроса, точнее, задания такого небольшого, совсем не творческого, напишите, какие бы вы видео хотели видеть дальше. У меня уже есть свой составленный список. Ну, когда все идеи оттуда уйдут, точнее, я их воплощу, то не хочется сидеть, куковать, придумывать какие-то темы, хотя у меня, в принципе, с этим никогда проблем не было. Но все же, может быть, у вас есть какие-то индивидуальные запросы. Также, если вы хотите, чтобы я выполнила какой-то макияж, то отправляйте мне фотографии в директ. Я, конечно, стопроцентного попадания не обещаю, но, по крайней мере, покажу, как он примерно делается. Возможно, просто у меня не найдется таких оттенков. В общем, вообще, пишите, что хотите в комментарии, но не забудьте написать ту тему, которую вы хотели бы увидеть в следующих видео. Также вы можете оставить для меня там вопрос. Я обязательно сделаю вопрос-ответ, потому что люблю болтологические видео смотреть и люблю снимать. Просто я всегда думаю, что это не всем особо интересно, но все же, если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно оставляйте. Я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы, которые у вас были на сегодняшний день, которые вы так часто задавали, и вообще немножко рассказала об обзорах, вообще, что я беру на обзор. Так что вы, девчонки, это все, что я хотела сказать. Поподробнее про конкурс я напишу снизу. Кстати, хочу сказать, что не все заглядывают в инфобоксы, и мне очень часто приходит вопрос, международный конкурс или нет. У меня всегда конкурс международный, мне нет смысла проводить его только между подписчиками в Эстонии, потому что меня смотрят от силы, наверное, в Эстонии человек, ну не человек, а тысяч пять. Поэтому не вижу смысла. У меня всегда конкурсы международные, точнее, у меня всегда конкурсы международные, за это можете не беспокоиться, отправлю в любую точку мира, которую вы только захотите, и там, где вы находитесь. Так что на сегодня у меня все. Я от всей души желаю всем удачи, и увидимся очень скоро. Всем пока!